МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крылые, как мы их назвали, и с чем их едят, в общем-то? Ну, из наших зверей летучие мыши, наверное, самые невидимые обывателю животные. Ну, это связано с тем, что, во-первых, они маленькие, почему их и называют мышами, они размером, большинство из них действительно тело не крупней обычной мышки. То есть вот такие? Да. И меньше бывают. Ну, есть чуть покрупней. Значит, второе, то, что они ночные животные, днем они спят где-нибудь в укрытиях, и их увидеть очень сложно, то есть где-то в природе. И почему праздник называется природоохранным? Потому что действительно во многих местах летучие мыши становятся все более и более редкими из-за вмешательства человека в нашу окружающую среду. А у нас они водятся? У нас они водятся, и у нас водится несколько видов летучих мышей. Наверное, самый обычный из видов рыжая вечерница. Есть у нас и летучая мышь, которая называется ушан, за большие уши. Есть летучая мышь северный кожанок. Это самая северная летучая мышь. Прилетают они к нам весной, смесь зимовки, а зимуют они в горах и в пещерах, и в штольнях, потому что им нужна положительная температура для зимовки. В принципе, считается, что они могут зимовать на чердаках старых домов, где вот большие чердаки, но там обязательно должна быть температура немножечко положительная. Ну, то есть в домах с отоплением? Нет, чтобы чердаки были не особо отапливаемы, но в то же время, чтобы там было достаточно тепло, потому что отоплением тоже нельзя. Мне правда неизвестно, где можно встретить вообще летучую мышь в нашей округе? Ну, летом их можно встретить где-нибудь в старых лесах с большинством дуплистых деревьев. Они сидят где-нибудь в дуплах днем, повиснув вниз головой, но дупло должно быть с узким входом, с маленьким. То есть туда вы руку не засунете, голову тоже не засунете. А увидеть их можно в сумерках, когда они в массе вылетают из этих вот своих укрытий. И можно увидеть, если встать, например, в короткие наши летние ночи, напротив заходящего солнца, зашедшего, и увидеть во тьме их силуэты, мелькающие где-нибудь ловящие комаров, либо ночных бабочек. Ну, на юге можно, например, увидеть где-нибудь возле фонарей, которые привлекают бабочек, тоже можно увидеть летучих мышей. Чем же питаются летучие мыши? Ну, наши летучие мыши насекомоядные. То есть питаются они насекомыми, ловят бабочек, ловят майских жуков, мастерски ловят даже мелких насекомых, таких как комаров. Что интересно, они же издают звуки, то есть переговариваются на уровне ультразвука. То есть мы не слышим их сигналы. А этот сигнал отражается от разных предметов, и отраженный сигнал воспринимает летучая мышь. Уже как на экране локатора знают, где ветки дерева, где стена дома. Вот зачем у них такие уши. Да. А где летит вкусный майский жук или ночная бабочка, которую они мастерски между ветками вылавливают и съедают. Угу. Интересно, а какие же проблемы у этих самых животных, если мы говорим о том, что их нужно защищать? Ну, во-первых, все-таки они перелетают. Перелет – это достаточно сложный процесс, и многие просто-напросто гибнут во время перелета. Второе – то, что исчезают убежища в лесах, потому что вырубаются старые деревья. У нас очищают лесники леса от старых деревьев, от перестойных деревьев, от дуплистых. То есть им негде прятаться днем. Ну, и потом в пещеры, там, где они на зимовке, тоже посещают люди пещеры. Тревожат их. Тревожат их. А если летучая мышь проснулась, она, значит, начинает активно двигаться, у нее заканчиваются жировые запасы, соответственно, она погибает от голода в то время, когда не полетели насекомые, она не может докормиться. Очень нужный, значит, праздник. А есть очень много мифов, связанных с летучими мышами. Например, говорят, что все они там вампиры у них, зубы, как у вампиров, и они могут кусать людей. Нет? Ну, зубы у них действительно очень острые. Чтобы там маленькая летучая мышка размером в два майских жука справилась с майским жуком, зубы должны быть все-таки мощные. Во-вторых, ну, наши европейские летучие мыши не кусают и кровь не пьют. Но в Южной Америке есть летучие мыши действительно вампиры, которые пьют кровь теплокровных, в том числе и человека. И что интересно, они не только пьют кровь, то есть они подлетают к спящему человеку, прокусывают вену, ну, и слизывают кровь языком. И вроде бы немножко крови, но они вот таким проколом, во-первых, они слюну добавляют, которая анестезирует, чтобы животные или человек не чувствовали боли от укуса. Но в том же время в этой слюне есть переносчики болезней. И люди потом заболевают и могут даже погибнуть. Ничего себе! То есть они как переносчики... То есть такая вот маленькая мышка может убить целого человека. Может. А еще я слышала, что существуют прям гигантские, где-то не у нас, конечно, но существуют. Какая самая большая летучая мышь, которая есть вообще в природе? Ну, вообще, вот если брать отряд рукокрылых, то там как бы две группы. Именно летучие мыши, которые плотоядные, которые питаются насекомыми, либо кровью, и крыланы, которые растительноядные. Так вот, самые крупные – это крыланы. Это, как называют, летучие лисицы, размах крыльев, которых превышает метр, ну, а сами – порядка 30-40 сантиметров. Это самые большие. Наши летучие мыши, ну, вот именно в нашей области, это самая большая гигантская вечерница. Ну, у нее размах крыльев, а это примерно 80% ее площади тела, это где-то 35-40 сантиметров. А само тельце там 8-10 сантиметров, то есть, ну, с крупную мышку. Ну, небольшая. Небольшая, да, но размах крыльев большой. Еще мне хочется спросить, какую же пользу все-таки приносят человеку, если приносят, конечно, летучие мыши? Зачем нам их сохранять? Они уничтожают множество вредных насекомых. Комаров тех же, которые нам докучают, когда мы едем в июне или в июле куда-нибудь на зеленую, и комары являются переносчиками болезни, уничтожают много вредных бабочек, гусеницы которых являются вредителями сельского хозяйства, ну, и майских жуков тоже. А есть ли случаи, когда люди приручали, скажем так, летучую мышь и держали ее, например, дома? Ну, сейчас летучих мышей держат в контактных зоопарках разнообразных, но вот так, чтобы кто-то отдельно поймал летучую мышь и приручал, я не знаю, то есть все равно все-таки это достаточно сложно. Держать летучих мышей и держат сейчас даже вот тех вот в зоопарках мышей, которые растительноядные, то есть в основном из группы крыланов держат их. То есть для того, чтобы увидеть в Ярославле летучую мышь, нужно все-таки пойти в зоопарк? Ну, можно пойти в контактный зоопарк, можно пойти к нам на выставку «Призраки ночи», где у нас есть, ну, правда, к сожалению, чучела, но есть летучих мышей. Ну, то есть можно посмотреть, как они выглядят. Да, выглядят. И, в принципе, на выставке «Призраки ночи» можно узнать не только летучих мышах, потому что не только летучие мыши у нас активны в сумеречное и ночное время, а много и других животных, по которых тоже ходит множество легенд, мифов и прочих, как бы так, историй. И не только животных, видимо. В общем, друзья, если хотите знать больше о обитателях ночных, то, пожалуйста, всем в музей. И спасибо большое, что пришли к нам сегодня и рассказали нам. У нас в гостях сегодня был заведующий отделом природы Ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов. Ярославского музея-запова Ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов. Субтитры сделал DimaTorzok